МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Есть и российские телеканалы, включая русскоязычные, англоязычные и арабоязычные, которые подробно показывают, с какими силами сейчас сталкиваются власти Украины и оппозиция, откровенно экстремистскими, антисемитскими. И этот процесс замалчивается, к сожалению. На минувшей неделе Сергей Лавров выдал взвешенную и выверенную месяцами позицию России по украинскому вопросу. В колонке на странице газеты «Коммерсант» министр обошелся без патетичных фраз о братском народе, вошел стороной теорию пятой колонны и подробно объяснил, почему России не надо Украины в восточном партнерстве. Мы никогда не пытались кому-то что-то навязывать, понимая, что интеграция может быть прочной лишь тогда, когда она опирается на взаимные интересы. Эту позицию мы занимали и занимаем в отношении Украины и лишь объяснили украинским друзьям, что изменение экономических правил игры с их стороны вызвало бы строгую адекватную реакцию России в полном соответствии с международными стандартами, в том числе нормами ВТО. В статье не обошлось без многочисленных измов. Релятивизм, гедонизм, символизм. Текст написан как будто для узкой внешней аудитории, а вот потребитель все равно отечественный. Из Европы, конечно, не всегда разглядишь все нюансы того, как у нас меняется отношение к Украине. То это и правда братский народ, которому никаких миллиардов не жалко. То непредсказуемый партнер, который вдруг на переправе лошадей меняет. Так произошло, например, в самом конце января, когда в отставку попросился премьер Азаров. В России тогда тут же решили. Подождем пока с переводом денег. И для того, чтобы эти планы были в полном объеме выполнены, наверное, целесообразнее дождаться, когда будет сформирован новый состав правительства Украины. Мы с этими товарищами моментально проведем консультации, переговоры и будем в полном объеме выполнять ваши указания. С тем, чтобы все намеченные планы выполнялись и реализовывались. На своей итоговой пресс-конференции Сергей Лавров повторял несколько раз. Мы в дела Украины не вмешиваемся. Переживаем, молчим, но не вмешиваемся. Но! Я очень не хотел бы поддерживать провокационные разговоры насчет раскола Украины. Мы делаем все, чтобы помочь этого не допустить, помочь стабилизировать ситуацию. И будем продолжать действовать именно таким образом. Говоря о том, как некоторые европейские дипломаты относятся к Евромайдану, их отечественные коллеги часто используют уже хорошо отработанный прием, который можно назвать «А попробовали бы они сделать это там-то?» Представьте себе, приехал бы я в Германию в разгар событий, когда там появилась вот эта новая партия евроскептиков, которая за несколько месяцев набрала достаточно серьезные рейтинги. на лозунги «Хватит кормить Европу примерно», и что Германии надо дистанцироваться от Европейского Союза. Ну и ходил бы я среди демонстрантов, которые выступают, вот среди этих партийцев, которые выступают за то, чтобы Германия изменила свое отношение к Евросоюзу и обособилась бы от него. Как бы все это воспринималось? Вообще, если посмотреть новости про Россию и Украину с конца ноября, то можно заметить одну тенденцию. Стороны, Россия и ЕС, призывают друг друга воздерживаться от попыток влиять на ситуацию на Украине и делают это в одних и тех же выражениях. Еще вроде все говорят, что надо бы воздерживаться от риторики холодной войны, но на деле это не всегда получается. Примерно тогда же, в конце ноября, Путин поехал в Италию и на вопрос западного журналиста ответил, что если Украина пойдет навстречу к Евросоюзу, то наши таможенные льготы придется пересмотреть. Если, да, и в этом договоре прописано, что если одна из договаривающихся сторон заключает какие-то аналогичные соглашения с третьей стороной, то любая из стран, участник зоны свободной торговли имеет право из него выйти либо изъять те льготы, которые предоставляются стране-партнеру в рамках этого соглашения. Вообще основной посыл России к ЕС и Украине начал формироваться еще задолго до рокового саммита в Вильнюсе. В конце июля мы, хоть и не по линии МИДа, но все же показали, что ждет Киев в случае евроинтеграции. И тогда перестали закупать конфеты Рошен, а также украинские трубы. Тоже давно известный прием. Накануне больших международных событий применить санитарно-экономическую блокаду. Тогда не помогло.